В этот день Святая Церковь вспоминает удивительное событие в жизни Господа, Бога-младенца Иисуса Христа. Он пришел на землю не разрушить закон, не отменить, а исполнить, наполнить новым содержанием, а исполнить до самой последней черты. Поэтому даже не нуждаясь в тех или иных ветхозаветных установлениях, поскольку Он Сын Божий, безгрешный Бога-человек, Он смиряется, подчиняясь закону Божьему и нам являя добрый пример. Например, на сороковой день после исполнения дней очищения по закону младенец должен был принесен быть к храму Божьему для посвящения Богу. Всякий младенец мужеского пола, первенец, должен был посвящен на служение Богу при храме. Затем, когда на это служение было выделено отдельное колено, левийно, то остальных младенцев необходимо было искупать. Искупать, принеся в жертву двух птенцов голубиных. Приносится Богомладенец к храму, встречает его седовласый и очень старый старец Симеон. Берет младенца на руки, благословляет Бога и произносит. «Ныне отпущаешь раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, ибо видели отчима и спасение Твое, которое Ты уготовал для всех людей, свет в откровении язычников и славу людей Твоих, Израиля». Человек встретился с Богом. Старец принял на руки Бога младенца. Удивительный эпизод. Встреча. Встреча человека с Богом. Наша вера основывается не просто на откровении истины, не просто на тех необходимых для счастливой жизни законах, которые Господь установил, указывая нам путь к гармонии, к миру, к порядку. Вера всегда основывается на живом опыте, опыте встреч двух личностей — человека и Бога. У каждого, кто ищет Бога, этот опыт обязательно должен быть, потому что без него вера основывается пока только на доверии, на доверии опыту других святых, праведных, честных, искренних людей. Разными путями человек обретает Бога. Чаще в скорби, чаще в самых трудных, тяжелейших жизненных, критических ситуациях человек поднимает голову к небу. По народной мудрости. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Очень немного людей находят Бога в состоянии радости из-за благодарности, из-за осознавания того, что Господи, я понял, что мир прекрасен. Я благодарю Тебя за то, что Ты меня в этот мир привел. И, как поет Сергей Трофим, за то, что Ты дал мне эту жизнь. Я люблю Тебя, Бог, всей жизнью. Кстати, удивительное восхождение. Человек от шансона доходит до таких удивительных слов в своем творчестве, которые наверняка многим людям дадут возможность призадуматься. Многим людям, полюбившим его творчество. Как человек так искренне может говорить? Понятно, что это не пустые слова. Человек встречается с Богом. Одна сестра поделилась такой историей своей жизни. Будучи советским человеком, комсомолской, наверное, спортсменкой, с соответствующим мировоззрением и идеологией, конечно, для Бога места в жизни никакого не было. Создалась семья, но без детей. Как-то она отправилась на экскурсию в Киевград. И там ее подруга буквально заставила переступить порог храма, в котором она не знала, как себя вести, осмотревшись, увидела или услышала, вернее, разговор двух людей в храме, один из которых, по-видимому, был настроен атеистически, а другой, или другая женщина, очень красивого, интеллигентного вида, убеждала человека, что необходимо верить и доверять Богу. Эта сестра попыталась как-то сформулировать свое прошение к Богу. Оно родилось из сердца, очень сухое, так скажем, формальное. Но, тем не менее, Господь услышал, когда она вернулась домой, в их семье через положенное время появился ребеночек. Прошло несколько месяцев, ребенок тяжело заболел, мама с ним оказалась в больничке, и он буквально на глазах стал как-то темнеть. И вот тогда, когда надежды на врачей на иную какую-то помощь уже не было, она от всего сердца обратилась к Господу. «Господи, если ребенок будет жить, я буду всегда с Тобой, я буду служить Тебе, покрещу своих детей». И буквально во время молитвы, как будто некоторый лучик оказался на лице младенчика, причем лучик света, исходящий изнутри. И в считанные дни ребеночек поправился. Мама пришла к Богу, привела своих детей, но путь в оцерковление продолжался более десяти лет. И здесь можно сделать такое заключение, что даже реально пережив опыт Бога, очень много внутри нас сопротивляется тому, чтобы этот опыт сделать центром своей жизни, той целью, тем светом, к которому человек стремится изо дня в день. Конечно, наверняка и в церкви не все благополучно, и наверняка человек, переступив порог церкви, может обжечься, а грубость, хамство, невнимание, где-то может быть даже корысть. Но несмотря на человеческое, на немощи грешных людей, служащих в церкви, церковь остается святой, источником истины, лечебницей, врачующей наши раны. И человек, ищущий и жаждущий спасения, обязательно в церкви найдет все необходимое для исцеления немощной, больной, страдающей души. Всем нам, дорогие мои братья и сестры, мы желаем обретения живой веры, живого опыта общения с Богом. И здесь необходимо не только движение Бога к нам навстречу, но и наше ответное движение в жизни, в делах, в любви, в отречении от зла, от греха. В стяжании добродетелей. Помоги всем нам, Господь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok